Всем привет! Это новый влог, и начинается он с распаковки наших керамических кружечек, которые мы делали месяц назад. Наконец-то результат пришел. Пришли кружечки готовые. Никита идет с ней на работу. Право сейчас? Да, и у нас тоже какие-то классные. Давайте посмотрим. Твоя. Это моя, да. У меня вот такое, типа, кота-привидение. Ну, она такая не очень функциональная, но неплохо. Стоит заплетать. Есть, а может быть, не смотришь. Давай. Это для кошек. Пульта и тярка. Ну, с лапками. Настя говорит, на две недели хватит, вам разогреть. Я на полгода стоил. Я не понимаю, это тебе она ее, да, сделала? Ну, она себе ее сделала, но пить из нее буду я. У Полины очень красивый цвет. Он прям такой матовый. Карасик. Очень цвет, короче, нравится. Мне Никитина почему-то больше цвета нравится. Она прям такая, из-за цветных букв вот этих у меня прям вообще заходит. Ребята, ну, посмотрите, какое чудо. Просто офигеть. Вот это реально лакшери. Это капец, как круто. Я уже запустила новую стирку. Ну, Даня говорит, Даня сидит в туалете. Он в шортиках и сушит. Я с тобой что-то просто. С млям-млямами. Даня прокомментирует, Даня. Это будто бы, знаете, прачечную целую можно открыть. То есть это вот как в этих фильмах, где куча таких штук. Да. Это сейчас супер. Вот никто не поверит. Я не знаю людей, у кого есть сушильная машина. Я сам узнал, что существует сушильная машина в этом году. И мы сразу это сделали, потому что у нас животное. Вы увидите, в чем прикол сушильной машины. Да, я вам покажу сейчас. Через час. Через час увидите. Белье досушилось. Сушилось оно час. Смотрим, сколько шерсти. Есть. Есть ли вообще. Вообще. Не знаю, куда я, правда, выбрасываю. Вот столько. Шерсти. Очень много. Это как... У-у-у-у. Нифига себе. И это просто с одной сушки. Охренеть. Жесть. Ребята, это просто невыносимо. Я... В общем, я дезори... Я нафтезинщик со стажем. Рина-нормщик. Просто со стажем. Я пшикаю в нос с... Не знаю. Ну, всю жизнь. С детства прям вот. Не знаю, класс с восьмого. Просто я на спрейсе сижу уже много лет, получается. Может, даже не с восьмого, а с пятого. Фиг знает. И я бросала несколько раз это. И это мне, блин, помогало. Но я потом снова начинала. Потому что реально, мне кажется, в лучших этих нафтезинщиках просто не бывает. Я не знаю. Просто я даже если слезаю, я потом... Наступает момент, ты заболеваешь, ты закладываешь нос, ты пшикаешь, и всё. И ты снова подсел. Это просто... Это самая худшая зависимость. То есть я как человек, который бросил курить сигареты, курила я три года. Я хочу, кстати, тоже записать об этом ролике, как я вообще бросила. Три года я курила сигареты. И я бросила, и уже я посмотрела, недавно четыре с половиной года я не курю. Вообще. Никогда ничего. Ни дудки, вообще ничего. И я могу сказать, что курить было бросить просто изи. По сравнению со спреями. Их просто невозможно бросить. Я сейчас пшикаю этот дебильный Незанекс. Слезаю на нём. У меня не получается. Короче, я пшикаю этот аквамарис, чтобы у меня слизистая восстановилась. Это просто... Ты мучаешься безостановочно. Это невозможно. Я знаю, что я помучиться всего типа три дня, и всё восстановится примерно, более-менее. Но эти три дня, это такая клаустрофомия начинается. Ну, невозможно. В общем, это просто жесть. У меня такой крик души, потому что я в отчаянии. Я просто не верю уже в свои силы. Потому что я днём не пшикаю. Уже два дня я не пшикала днём. Но ночью я просто не могу. Я лежу и задыхаюсь. Поэтому ночью я пшикаю по одному разу. Разику там разбавляться в воду этот спрей. Но он всё равно мне закладывает днём. Так что просто непроходимость полная. Я уже не знаю, что делать. В общем, буду отчитываться. Напишите в комментариях, пожалуйста, свою историю. Потому что я знаю, что очень много людей на этих спреях сидят. И сидели, и когда-либо бросили, и всё такое. Но я говорю, я пробовала и разбавлять её, и просто отказываться полностью. И на зонексе переходить, на дизрените. Ничего просто не помогает. Помогает два дня держаться, вообще не пшикать. Потом, да, как бы более-менее всё восстанавливается. Но вот на этих, блин, не знаю. Как вот, что именно с психологической точки зрения помогает? Просто пшикать вот это не помогает. Аквамарис. Ничего не помогает. Надо вот в мозгу что-то сделать, чтобы этой каустрофобии не было. Оказалось, мне настолько тяжело было слезать в этот раз, потому что я просто заболела. Поэтому я просто забила, и до сих пор продолжаю пшикать. Я пришла на покрашивание. Впервые с красной головой. Чирик. Я каждый раз не могу решить, как подстригаться. Сохранить длину или сбрить всё сзади нафиг. Каждый раз забриваю. Думаю, всё попробует сохранить. Меня Валя каждый раз просит не мыть голову перед осветлением. Я каждый раз мою. Потому что, ну, я моюсь каждый день утром, всегда. Как бы рано мне не пришлось встать. Вот. И поэтому для меня не помыть голову, это просто ужас. Вот. Сегодня я не помыла, и это реально ужас. Типа, ты чувствуешь себя просто ужасно. Всё. Меня покрасили. Результат просто прекрасный. Цвет идеальный. Если кому интересно, это Матрикс краска 10П. Безымярочная. Подстригли. Короче, мне очень интересно подстригли. Сзади... Я не знаю, как вам показать. Там, короче, сбрит до середины головы. А эти длинненькие. Но очень гармонично чувствуются. В общем, не раздражает. И приятно. Есть единственный минус, что следующее окрашивание у меня через месяц. То есть, я обычно крашусь на третью неделю, потому что четвертую неделю я уже хожу в таком состоянии. А сейчас мне придется проходить пять недель. То есть, на полторы недели больше, чем обычно. Зато покрашусь я прямо 25 декабря. Прям перед Новым годом. Свои плюсы есть в этом. У нас, смотрите, что. Да, очень хочется попить воду из батареи. Это не питовый пульс. Ой. Спускаем воздух, потому что батареи холодные. И все в чате написали, что у всех горячие. И нам предложили спустить воздух. Мы в прошлом году его спускали. Так, ну, спустили. Чего, как батарея горячая? Так, у меня сразу надо сработать. Ой, Данти, что это все еще? Сейчас закусим. Слушай, вроде горячее становится. Продолжаем сливать батарею. Батарею, точнее. Цветочек, я полила, в котором пулька лежит. Он немного погрустенел. Еще у нас на завтрак сегодня замечательная... Такова. Когда они называют ее косодилья. Это просто что-то с чем-то там... Что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Очень вкусно. Просто балдеж. Вот это лепехи из ленты. Блин, для после. Они супер. Продолжаем спускать воздух. Представляете, я постирала свои сережки. Причем это бижутерия. Типа это 30 рублей Алиэкспресс. И они настолько сверкают сейчас. Просто офигеть можно. Я в шоке. Мы с Даней отправляемся в Бак-Вап-парк. Вот такой у нас сегодня субботний день. Сделали огромную уборку. Ой, там вообще столько всего сделали. С батареями, с уборкой, с пелье. Короче, что-то все насыщенная какая-то уборка. Еду приготовили. И на самом деле силы так сейчас подубавились. Но реально, если не сейчас, то никогда мы не сходим. И уже давно хочется. Поэтому идем плавать. Ура! Идем купаться. А ты очки-то зачем взял? В очках лавать. Господи, ладно. Сама ты, господи, ладно. На аквапарке есть аквапарк. Ой, все. Кайф. Это было прекрасно. Ну, все. Это было хорошо. Мне понравилось. Клево у нас есть аквапарк. Да. Три часа плавали. И парились в баньках. Вообще так классно. На горках катались. И пиццу ели. Ну, и как будто бы у нас день рождения. Да. Всем доброе утро. После вчерашнего аквапарка мы с Даней заболели. Ну, у меня, на самом деле, я болела до этого. В течение месяца где-то. Ну, вы помните с поездки моей в Москву. То есть у меня вот это горло, кашель какой-то странный. Я надеялась, что я в сауне прогреешь. Но нифига подобного такого похуже стало. А Даня с нуля заболел. Вот. Поэтому сегодня отсиживаемся дома. И я вам хотела показать мою ежемесячную рутину. Я вот такие календарики на холодильник делаю. Планер. И расписываю сюда дела. Вот. И еще сегодня из планов хочу попробовать снять видео. Очень хочу. Еще не решила какое. Тематическое про... Думаю либо про генетический тест, либо про психологическое, в общем, видео. Короче, не знаю, что выбрать. Так что, как и так, сегодня будет проходить наш день. Доброе утро. У нас снежный апокалипсис. Дань, затормози, что послушать. Он с 30 км в час и то тормозит. Это АБС, если что. Машина вообще не тормозит. Это еще, кстати, расчищенная дорога, я так понимаю. Как мы выезжали со двора, сейчас это вообще вы не представляете. Я, на самом деле, такую погоду очень люблю, потому что она напоминает мне Джона Грина, «Пусть идет снег» книгу, когда... Просто в Америке такой вот культ на вот это... Не культ, а... Ой, как сказать? Ну, когда все заметает, сидят дома, какие-то смотрят рождественские фильмы, что-то такое происходит, и как будто жизнь останавливается, и ты чувствуешь момент жизни. Вот у нас не так. У нас просто все продолжают жить. Вообще абсолютно ничего не останавливается. И на самом деле это немножко стресс, потому что как-то надо продолжать жить в условиях, когда все заметает, и надо быть очень аккуратным, и страшно. В общем, меняется условие жизни, а жизнь при этом не меняется. Мы просто плывем. Мы не едем. Мы просто плывем. Не затормози. Черт. Мы с Таней пришли на новомоду. Слушай, куртки очень подходят. Таня меряет обувь. Второй раз в жизни покупай зимнюю обувь. Ну, честно, призывайте, мне и сильно они нравятся. Но если не сейчас, то Даня никогда не купит себе зимнюю обувь, потому что, чтобы вы понимали, уходит в летних кроссовках всю зиму. Обман. Эти ботинки, кажется, тоже в том году купили. Они зимние, но они уже у него все. Сейчас джинсики надену. Первые штаны. Ну, это бананы. То есть они, в принципе, такой стайл Робин. Мне такой нравится. Я сама такое ношу. Но... Не знаю. Прикольно, кстати, свободно. Сейчас еще с одеждой попробую. Следующие штаны. Но они длинноваты, по-моему. По словам их высокая. Видишь, если был бы в кедах, или все хорошо? Логично, логично. Ну, штаны классные. Мне нравятся. Сука, ребята, это пиздец. О, я еду на сигналке просто. Почему-то сработала, срабатывает сигнализация. Даже с включенным мотором. Я сейчас еле вообще первый раз. В общем, я не знаю, честно говоря, вообще, как я сейчас еду. Потому что... У меня еще собака сзади. Там Арча сидит. Да. Вон, Арча. Просто из-за того, что села батарейка в сигнализационном пульте, вот такая херня сработала. Я еще остановилась, блин, на середине пути. Вообще, машину в гараж к родителям ставила, чтобы она отогрелась, потому что она примерзла все из-за зимы после мойки. И в итоге после гаража я ее завожу, сигнал сработало. Я решила отъехать, немного остановиться, перезавести машину. Я даже завести ее не могла. Хорошо, хоть я сейчас каким-то чудом ее завела, приеду домой. Надеюсь, батарейку поменяем и проблема уйдет. Потому что это просто пиздец. Нормально, если у вас вот так батарейка села в дороге. Что делать? Даже выехать не сможешь. Кстати, дорогу почистили сегодня приятно. Распаковочка с Азона. Точнее, уже все распаковано. Это просто два корма. Мы, Арчи, покупаем такой корм. Он такого среднего уровня на самом деле. И еще сегодня курьером придет дофига заказов. Все по одному. Я сейчас пришла на чистку лица в Калибре, куда я обычно хожу. у меня беспокоят проблему, что появились прыщи тут. И, ну, у меня вот эти места на щеках проблемные. Тут закрытые такие комедоны. Я хочу все, чтобы меня почистили. И начну пользоваться дифирином, адапаленом, который мне замечательно помогает от этих штук. Но для чего-начего нужно их почистить. пока я была на чистке, пришел курьер и принес много посылок. Одна из которых это моя пудра для лица. Вот она, собственно. точно такая же. Все, достала. Супер, моя любимая. Правда, есть скраска суперредка. Блин, руки пиздец. Собственно, как кожи лица. Сделали чистку. Блин, ну, на самом деле, не знаю, насколько качественно. Но если так провести гладенько, ну вот сейчас на свету вы видите рельеф. Все равно эти комедоны ебучие. Ну все, дефирин сейчас с геля до полен. Начну пользоваться, надеюсь, все поможет. Все уйдет. Пулечка у нас пьет что? Молочко. Очень вкусно. Молочко. Таня, с черной кроссом. И пил молоко. До кошек. До кошек. Ну и после тоже. Еще, кстати, вам не показывала. Вот такая сковородка курьером пришла. Точно такая же, как наше прошлое. Ну, почти такая же, тонко побольше и попише. Арчи. Опа! Неси, неси, неси. Тут больше нет, Маришки. Смотрите, как смешно бегает. Арчи, ко мне. Ко мне. Арчи, дай. Арчи, дай. Арчи, дай. Дай. Дай варежку. Арчи. Арчи, неси. Арчи, дай мне варежку. Арчи. Да он принесет слюна. Подожди. Арчи, ко мне. Ко мне. Ко мне. Конец варежки. Ну, им понравилась игрушка. Его мячик освобожжи. Собственно, ради чего мы с Данией вообще вышли сегодня вместе. Это прогуляться по парку Серпантин, который открыли. Но проблема в том, что открыли месяц назад, когда не было снега. И сейчас здесь не особо убрано. Ну, а здесь такие интересные холмики, скамеечки. Вообще, мы с Арчи ни разу никуда не выходили, где есть много людей. Какие-то общественные места. Вот тут все показано. Пинг-понг, баскетбольная площадка, охренительный скейт-парк, прям как в ЛА. Давай сходим на ЛА-ский парк и на вот эту горку хочу посмотреть. Что, туда? Или как-то туда. Давай. Если там почищено. Фонтан даже есть. Арчи. Офигеть здесь вещей. Здесь тарзанка, гамаки, какие-то прикольные штуки. Очень круто. Здесь есть скалодром, а есть вот это. Даня, бери на ручки его. Подожди, я даже хочу снять вас. Только я съеду по этой херне. Мамочки. Пес в шоке. Ко мне? Папочка, ка мне. Настя, надо, наверное, оттуда ехать, справа. Ну, ты пыталась. Больно. Больно? Вот так отдыхаю. Да. Еще дальше максимально. Я даже не могу. И с разбега. Полетела. Вау, это реально круто. Ну что, это как на Донбайе мы были? Да. Я тоже хочу. Тут представляете, есть говорилка. Скажи что-нибудь. Я в шоке. Пес просто сходит с ума. Ему не нравится. Где? Какой-то. Вау. Или дуть сюда надо, я не знаю. Да, это стукать палочками. Барабаны. Барабаны? Это я люблю. Чтобы вы понимали, я на днях чуть не купила глюкофон в фаду за 10 км. Давай, давай. Все, кто хотел, есть возможность исполнить свою вычетку. И закрепаем, и поднимаем, и выбрасываем. Офигеть. Офигеть. Вот и экстрим парк. Здесь, ну тут не видно из-за снега. В общем, это бетонные такие штуки для скейтов, для всяких самокатов. Дети очень любят. Мы ни разу не были, но хотелось бы. Просто посмотри, тут не только дети. Да, еще и непослушная собака. Целые трассы, которые начинают дети ехать. Это у меня брат мелкий на самокате. Он как с горы съезжает, и он всю трассу проезжает, не останавливаясь. То есть ты на скорости, постоянно делаешь трюки, прыгаешь, и с трамплина в трамплин входишь, ускоряешься. Это офигенно. Тут столько самокатчиков пятилетних. Там еще жестче. Я бы офигел. На Бэйме бы катался тут, и с ними бы дрались мы. Говорили бы, что скейтеры сосут, а Бэймеры крутые. А сейчас еще самокаты появились. Вообще битва трех сторон. Я вчера пересмотрела, и позавчера, в течение двух дней безосновочно смотрю видео про Эверест. Я знаю теперь всю, ну, как тропа происходит, вот эти лагеря, которые там стоят, зона смерти. Все знают вот эти несчастные случаи на Эвересте. И вы не представляете, и ты смотришь, что такое, да блин, типа, ну, там, не знаю, интересно, наверное, сбираться. Ну, сложно, да, ну, кислород. Ну, а потом просто я вот на эту херню сейчас пыталась подняться, наверное, три минуты, и заскальзывала с нее. И думаю, как Эверест, вы представляете? Ну, там вообще, конечно, не, ну, там нет мысли, что ты, конечно, изи заберешься, но Эверест это вообще невероятное что-то. То есть, Даня, наверное, уедет, я посмотрю этот фильм Эверест полный, который документальный, ну, не документальный, он художественный, документальный. В общем, интересно. Я вообще обожаю всякие такие видео про экстрим, про трагедии, про падения, всякие такие, не знаю, про маньяков тоже люблю. Но вот основное, вот это адреналиновые штуки. Я вообще сама очень трусиха, никогда в жизни даже на тружке с горы не съеду. Но посмотреть такие видео, это для меня очень интересно. Вот на эту гору я пыталась залезть. Ну, типа она, не знаю, нет, полметра. Пес все бесится. Даня уже ничего не делает. Кто знает, что с собакой, напишите в комментариях. Вот каждый раз такое. Если, ну, даже непонятно, вот, просто у него, если ему что-то не нравится, особенно если мы от собаки уходим какой-то, у него вот это начинается. Мы игнорируем это, и через какое-то время он забывает и выплевывает, и бежит рядом. Вот, если пытаться отобрать, это ни к чему не приведет. Поэтому мы просто игнорируем. Но что вот он хочет этим сказать, непонятно. Совершенно. Девочку маленькую, славненькую. Доброе. Ну, и на этом этот влог подходит к концу. Так что всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии пишите. Всех очень люблю, и всем пока-пока.